Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хочу снять долгожданное видео о покупках за, наверное, два месяца. Я опять, наверное, сделаю два видео. Одно видео будет о косметических продуктах, продуктах по уходу за лицом. И второе видео – одежда, обувь. Ну, что-то в этом роде. Итак, первое видео – покупки косметические. Начну, наверное, с продуктов по уходу за лицом. В этом месяце, а также в предыдущем месяце что-то напало на меня. Напали прыщи, и поры ужасно загрязнились. Я решила, что нужно что-то делать, покупать какие-то средства для борьбы с загрязнением пор. Я купила себе вот такое средство. Это гель эксфолирующий от фирмы Мурат. Вот так выглядит тюбик. Вот такой он. Я скажу сейчас вкратце, потому что начала им пользоваться совсем недавно, совсем чуть-чуть его использовала. А потом сделала еще видео отдельное по уходу за лицом или средство по уходу за лицом. Этот гель наносится после очищения. То есть, когда мы смыли весь макияж, в основном он используется, если у вас супер жирная кожа сильно загрязнена два раза в день. Если кожа менее загрязнена и не так много окна и прыщей, то один раз. Потому что очень такое сильное средство. И, во-первых, отшелушивает. Отшелушивает мертвые клетки. И очищает. И здесь 1% салициловой кислоты. Достаточно такое очень хорошее средство. И не знаю, как на практике, потому что пользуюсь совсем недавно. Но вот вы считали, что пятна, которые остаются после окны, также этот гель убирает. В общем, попользуюсь побольше. Расскажу в отдельном видео об этом средстве. Но, в принципе, мне понравилось. И я еще купила два средства. Да, два средства от фирмы Мурат. Это, насколько я знаю, профессиональная косметика. Направленная на борьбу с проблемной кожей. Два средства, которые мне очень понравились. И я теперь, наверное, фанат этой фирмы. Так, средства от Мурат. Это очищающая маска. Супер-супер классная маска. Понравилась мне тем, что она отлично очищает поры. Убирает этот жир кожаный. Вот этот себеум. Отлично просто чувствует себя кожа после очищения. Надо было мне, конечно, познакомиться с этой маской летом. Еще чуть раньше. Тогда, наверное, не было этих проблем, которые наступили после лета. Вот так выглядит маска. Маска на основе глины. Эта маска на основе глины. Отлично очищает поры. Наносится она, ну, примерно, не знаю, на 10 минут, да, на 5 минут. Она такого плотного белосерого оттенка. Но смывается отлично, вносится отлично. Кожу не раздражает, только наоборот улучшает ее состояние. Маска мне очень понравилась. Я буду дальше это стирать. В принципе, пользовалась уже несколько раз. И результат только меня радует. Эта пора у меня вот значительно очистились. Я, конечно, не скажу, что на 100% все поры. Но очистились. Какие-то прыщики подсушились. И какие-то воспаления также подсушились и прекратились. Отличный, просто отличный вариант для жирной комбинированной кожи. Присмотритесь. Если есть возможность, то попробуйте. В принципе, средства Мурат я покупала на клубнике. Напишу внизу в боксе ссылочку. Ну, их полно в магазине. Так, и еще одно средство от Мурат. Я приобрела вот такой крем для жирной кожи. Oil Control Metafer с SPF 15. Тоже очень расстроилась, что не приобрела его летом. Когда было очень жарко. Сейчас, в принципе, он меня спасает. У нас, потому что очень жарко до сих пор. И макияж, конечно же, не плывет. Но все-таки потеет лицо. И пудра все равно еще скатывается. Тональная может скататься. Отличный вариант для жирной кожи. Для кожи, склонной к жирности. К комбинированной коже. Если у вас, например, комбинированная Т-зона. Можно наносить на Т-зону. И макияж с этой области не будет стекать. Он достаточно такой плотный. Наносится плотно. Но вы его совершенно не чувствуете. Сам крем плотный. Но наносится, распределяется. И вы его не чувствуете на коже. Кожу сразу моментально матируют. Но при этом матируют не высушивая. То есть, нет ни шелушинок. Нет каких-то там стягиваний. Матируют очень хорошо, деликатно. Такое ощущение, что вот то, что нужно коже. Кожа забирает, да? Какое-то увлажнение. То, что нужно, не нужно, да? Крем матирует. Убирает этот жир, жирный блеск. Меня, кстати, матирует он на целый день. И это действительно так. И даже те тональные основы, которые я раньше не могла пользоваться, осенью, например, или весной, да? Вот осенью, вот жарко, когда еще у нас еще жарко, я не могла ими пользоваться. А пользовалась зимой, они с меня стекали. Сейчас я с этим кремом могу пользоваться этими тональными основами, пудрами. То есть, в течение дня у меня нет жирного блеска. И просто макияж держится отлично. То есть, еще залог, конечно, устойчивого макияжа – это тот крем, который мы наносим, тот уход, который мы наносим до тональной основы. Парадоксально, конечно, я знала об этом, но и не знала, что настолько будет устойчивым макияж именно с кремом. Итак, что касается ухода, из ухода еще я приобрела вот такой крем, крем антиэйдж, но легкий антиэйдж для возраста, опять же, 25-35 лет. Он называется «Ультралайт антиэйдж для возраста». То есть, такой клеточный крем, очень приятно он пахнет. Вот такой он, знаете, напоминает мне какой-то такой густой йогурт. Действительно, такой запах приятный, очень такой сливочно-йогуртный. Наносится он замечательно и впитывается хорошо. Забыла сказать, что это крем от компании Питер Томас Рот. У меня уже был один крем, но крем достаточно интенсивный был. Наверное, он был больше для зимы, и он немножко показался тяжеловатым, но питательным. Этот крем просто устраивает меня на все 100%. И я забыла сказать, что использую его на ночь. То есть, матирующий мой крем, который сейчас показал Мурат, я использую днем. А этот на ночь для восстановления, для, естественно, поддержания кожи в тонусе, для предотвращения старения, для, так скажем, питания кожи. И после стрессового дня, после рабочего дня, кожа все-таки нуждается не в мотировании, а в восстановлении, в питании. И вот этот крем мне очень понравился. Я его начала только использовать. Я сделала, естественно, видео о моем козе, и я там больше расскажу об этом. Также я еще купила себе одну баночку Биодермы. Это мицеллярная вода для чувствительной кожи. Отлично снимает макияж. Но для жирной кожи все-таки это не окончательное очищение, как я поняла. Я все-таки использую еще с этой водичкой еще какой-нибудь очищающий гель. Возможно, для чувствительной, для сухой кожи это единственное очищение, которое будет требоваться для жены. Кожи, конечно же, нет. И еще я приобрела себе вторую же упаковку этих таблеток для волос. Инью от Лореалинсли. Это таблетки для придания густоты волосам, а также против выпадения волос. Для того, чтобы волосы были крепкими, не выпадали. Я сейчас пью вторую упаковку. Начала только вторую упаковку. И рекомендуется для достижения результата выпить три упаковки. Ну, не знаю. В принципе, от одной упаковки уже есть какой-то толк. Знаете, волосы чувствуются немножко такие плотнее. Появилась плотность в волосах. И я заметила, что все-таки волосы меньше стали выпадать, при том, что я крашусь. Но волосы стали выглядеть сами таблетки. Их нужно пить по две утром после еды. Ну, посмотрим, каков будет результат. Ну, в принципе, читала отзывы. Отзывы неплохие. Я, конечно, частенько так балуюсь различными витаминами. Потому что считаю, что все-таки какие-то витамины мы должны употреблять в пищу. Потому что стрессы, нехватка нормальной пищи, так скажем. Потому что мы всегда можем покушать на работе. Поэтому должны помогать своему организму витаминами. В общем, это такое мое лирическое отступление. Так, следующие продукты, которые я привела, это уже косметические, декоративные косметики. Из декоративной косметики я привела вот такие бьюти-блендеры. Всем известные, уже нашумевшие на ютубе. Но как-то не доходили у меня руки до покупки. И, наконец-таки, я их купила. Вот такие два таких розовеньких бьюти-блендера в наборе. И к ним я купила еще очиститель. Вот так они выглядят. Сейчас они у меня уже немножко намочены. Они у меня помыты. Поэтому достаточно такой большой размер сейчас уже. А на самом деле они меньше, когда высыхают. Они, вот как вы можете видеть, уже немножко у меня полиняли. Стали более такие, менее, вернее, розовые. И, я скажу сразу, очиститель, конечно, требуется именно этот. Именно их родной, оригинальный. Потому что другими шампунями и мылом они не очищаются. У них еще есть твердое мыло. Можно твердое мыло приобрести. Но не знаю, как мыть твердым мылом. Конечно, расход очень такой большой. Ну, я мою все-таки два бьюти-блендера. Поэтому вот у меня, наверное, за полмесяца, за три недели использования, вот столько ушло средства для мытья. То есть, конечно, средства для бьюти-блендера придется покупать не раз. Рекомендуется эти бьюти-блендеры менять каждые три месяца. Но, в принципе, я думаю, что если вы пользуетесь одна, да, и вы приобрели два бьюти-блендера, вам хватит их на долгое время, на дольше. Кто не знает, что такое бьюти-блендер, это такой спонж, да, такой уникальный спонж. За счет своей вот такой каплевидной формы он не оставляет полосок при нанесении тональной основы консилера, какого-то корректора, да, потому что вот такими круговыми движениями он наносится и распределяет тональную основу. Плюс он имеет такую структуру, он такой вот интересный у него структура, материал, который не впитывает сразу тональную основу, впитывает постепенно и также постепенно отдает. Он не отдает слишком много, как кисть, да, и поэтому нанесение тональной основы становится деликатным, очень достаточно ровным, аккуратным. Даже плотную тональную основу можно наносить очень тонко с помощью этого бьюти-блендера. Если много намочить и не отжать, то будет более тонкое покрытие. Если слегка намочить и отжать сильно, то будет более плотно. То есть можно варьировать, нанести тональную основу. Очень мне понравился, я использую сейчас. Что мне еще нравится? Что можно хорошо снимать всякие огрехи. Например, вы нанесли макияж, нанесли тени, да, и они у вас осыпались, обмакнули в консилер, быстренько подтерли. То есть стирает он хорошо, как ластик. Можно наносить какой-нибудь корректор таким образом, да, то есть он не оставляет каких-то пятен, следов. Он очень хорошо тушует. Это вот такую пудру, я вам уже показывала вот в предыдущих видео буквально недавно. Это Дёрский муд в оттенке 020. Находилась она вот в такой коробочке. И к ней прилагалась вот такая мини-кисть. Мини-кисть Кавуки. Этой кистью я пока не пользуюсь. У меня есть большая родная кисть, так скажем, Диор Форе, Фондейшн или Диор Ньют. Не помню точно. Большая, вы уже, наверное, видели много раз, которую более удобно мне наносить. Эта кисть аналог той кисти, но, конечно, в таком. В её таком удешевлённом варианте, естественно, потому что она маленькая, она всё-таки прилагается к пудре. Раньше, вообще, когда я покупала пудру, не было никакой кисти вот такой миниатюрки. Она появилась совсем недавно, наверное, год назад. И, то есть, приходилось покупать дополнительно большую кисть. А сейчас вот сделать такой удобный вариант. Кисть мягкая, не знаю, как она будет лезть, не лезть, но я думаю, что она на уровне. Потому что сделана, в принципе, вот, смотри, качественно, добротно. Так, и находится она в таком чехольчике. Про эту пудру я вам рассказывала в предыдущем видео 10 продуктов, которые я бы приобрела ещё раз. Посмотрите, если никто не смотрел. Скажу, что это минеральная пудра, которая отлично полирует кожу. Она подсвечивает личика. Она ложится очень ровно, сглаживает недостатки. Она не просто рассыпчатая пудра, а пудра всё-таки более плотная. Как пудра основа можно использовать её без тональной основы. Можно на тональную основу, если более плотное хотите покрытие. Но можно её использовать на базу, на крем. То есть, как хотите. Очень мне нравится. Покупаю уже очень-очень много лет. Следующее, что я приобрела, это помада Эвсен Лоран. Рушпур Кутюр в оттенке 10. Очень красивый футляр у помады. Золотист. Выглядит очень красиво. Его приятно достать из косметички. Но, конечно, как вы можете заметить, оставляют отпечатки пальцев. И сам футлярчик трётся, когда лежит с другими косметическими продуктами. Красивый лейбл, да, так скажем, Эвсен Лоран. Очень красивый выгравер она, так скажем. Сама помада. Вот такая нудовая. Может быть, сводч на руке будет интенсивно розово-бежевый. Но на губах она немножко приобретает такой нюдово-розово-бежевый оттенок. Немножко белёсы, но белёсость очень-очень такая деликатная. И замечательно смотрится на губах. Сама консистенция помады немножко, может быть, пудровая. Она в то же время и увлажняющая, и отлично она держится на губах. И вот она такая плотно наносится на губы. Не скатывается она в полосочку, в морщинки. Не сушит губы. Просто мой москве с помадой. Может быть, ещё другой оттенок. Но вот этот десятый оттенок и ещё, по-моему, там одиннадцатый. Просто очень красивые оттенки. Так, следующее, что ещё я приобрела. Это была палетка от Элье в двадцатом тоне. Двадцатый тон. Палетка такая смоки. Смоки палетка в серых оттенках и один такой розовый. Это полностью матовая палетка. Такая растяжка, как вы можете заметить, от светло-розового серы. И заканчивается тёмно-серым. Оттенки все очень красивые. Сейчас у меня макияж сделан с ней. Такой лёгенький. И растушёвка просто супер для смоки. Кто любит смоки, я вам советую. Присмотритесь к этой палетке. Также я ещё купила подводку от Элье в бирюзовом оттенке. Вот такой. И сейчас я сделала супер. Такой яркий, насыщенный бирюзово-длинноватый оттенок. Очень красиво его использовать на слизистой внутри. Лучше держится, естественно, чем кардаш. Потому что это водостойкая подводка. Держится она намертво. Можно использовать на верхнем веке. Но красиво использовать её именно в качестве акцента на нижней слизистой. Поэтому я её приобрела. Потому что многие карандаши бирюзовые, которые у меня есть, они стираются в течение дня. А этот держится 100%. Целый день будет держаться на слизистой. И это вот такой номер или такое название. Посмотрите. Ещё я приобрела вот такую старпудру. Очередную. У меня уже много. Я вам показывала в своих видео. Это номер 953. Это рассыпчатая перламутровая пудра. Или перламутровые рассыпчатые тени. Такой оттенок на вид в баночке оранжеватый. Но он на самом деле не ярко-оранжевый. Вот вы можете видеть. А такой розово-персиковый. И в качестве акцента в уголок. Или в качестве передания какого-то сияния теням. Например, персиковым. Он замечательно смотрится. Очень-очень классный такой. Давно его, кстати, хотела. Но как-то не получалось приобрести. И вот. Вот приобрела. Так. Ещё я не сама покупала. Мне просто подарили, так скажем, такой набор. Коробочку уже выкинула давно. Это фирма Львово. И смывка для глаз. Смывкой я пользуюсь сама. Не очень она мне нравится. Она недостаточно снимает макияж с глаз. У меня постоянно потёки. Постоянно тень. Тушь, да, не смытая, остается. При том, что я её смываю хорошо. Но всё равно утром просыпаюсь. У меня какие-то здесь вот круги под глазами остаются. И если она попадает в глаза, она щипит в глаза, это тоже большой минус. В общем, не очень довольна этой смывкой. И тушь водостойкая. В принципе, неплохая. Вот такая, конечно, огромная щётка у неё. Попробую её несколько раз. Ну, обычный такой эффект, объёма. Ничего такого супер-пупер. Немножко вот такие становятся дубовые реснички. Но водостойкость нормальная. Не отпечатывается внизу. Вот такая, как она называется. Посмотрите. Как водостойка, такая объёма тоже неплохая. Ещё последнее, что я приобрела из косметических продуктов. Это вот такой пинцет от Визерман. Давно его хотела себе. Потому что как-то не было у меня такого хорошего пинцета. И очень-очень рада, очень рада этому пинцету. Потому что он очень острый. Он просто супер подхватывает все волоски. Буду ещё покупать второй для клиентов. Потому что для меня этот термост хэв из пинцетов мне очень понравился. В моём любимом бирюзовом цвете. Как вы можете видеть. Такой весёленький. Там очень много расцветок от Визерман. Есть даже с рисунками. Есть различные цвета. Закрыт на такой вот. Видите. Колпачок такой. Открывается. И вот такой он скошенный. Очень удобный. Очень классно. Подёргивает полоски. Всем советую. Так. И всё. Это на данный момент все мои покупки косметические. Надеюсь, вам было интересно. Задавайте вопросы. Пишите свои отзывы и комментарии. Я буду рада всем вам ответить. Ждите моё второе видео о покупках одежды, каких-то аксессуаров. Всех целую. Пока-пока.